привет youtube с вами Ваня и мы продолжаем играть в майнкрафт 1.7.10 сборка дайр вольфа fit the beast так ну прошлой серии лучше не вспоминать про прошлую серию так ну ладно главная проблема у нас в том что у нас нет термоэкспеншеновских труб поэтому приходится как-то выкручиваться я пока выкрутился вот так то есть здесь вот этот вот redstone clock часы от стонус которые просто периодически излучают redstone сигналы от него собственно эта штука срабатывает все она работает не так красиво как с трубами вот видите она такими порциями льет но главное что она мне позволяет автоматически отливать блоки а тем временем я могу заниматься какими-то другими делами так или иначе вполне справляется с текущими задачами так вот видеть сколько на плавил всяких металлов так дальше здесь я начал ну так как нет термоэкспеншеновских труб то мою обычную фабрику по производству чаркол я сделать не могу поэтому приходится выкручиваться выкручиваемся мы с помощью эндер айо так вот здесь у нас генератор ну типа двигатель стерлинга двигатель внешнего сгорания который производит родстон флаг которая запитывает вот эту вот печку кстати печка весьма полезная она позволяет делать еще и сплавы кроме того что плавить и плюс офигенная механика у этого мода то есть что каждую сторону то есть вот видите настроена что с этой стороны она будет забирать и вот подсвечена в какой слот будут попадать айтемы ну как бы это понятно то есть если она забирает то все это будет попадать во входные слоты а сверху настроена выходные слоты ну продукты грубо говоря работы этого блока будут направлены вверх то есть сюда я закидываю то что нужно пожарить сюда попадает то что будет пожарено в итоге то что получится вот ну и так как это цельный сундук то генератор у нас также настроен забирать сверху ну изначально я допустил ошибку использовал только один сундук то есть в принципе я могу мог настроить вот этот блок как забирать так и выкидывать туда то есть ну я думаю эту я не думал что из угля еще что-то можно обжарить ты внезапно для себя я вот наделал себе кучу графитовых ну с литками это назвать конечно трудно давайте скажем просто графитовых стержней для big reactors не думаю что я буду не пользоваться не уверен что мне в таких объемах нужна будет энергия вот ну собственно поэтому я сделал так то есть сюда мы кидаем бревна сюда здесь у нас копится уголь и также от него работает генератор генератор запитывает эту печку так и назовем так давайте к этим прикольно это идет из-за как они сушильные не знаю короче это из тинкер с констрактом но такой колоритный вид придает жилищу мне нравится переночевать так ну центр а его главная проблема что этот мод крайне задротский то есть что мы можем делать на данном этапе мы можем делать так что у нас тут так на это просто передает сигнал редстоуна для этого уже силикон так но к нему мощи вернемся так energy conduit хоть что-нибудь блин так energy conduit мы в принципе уже можем сделать но нам нужна вот эта штука нет эту штуку мы тоже можем сделать ладно то есть энерго трубу мы можем сделать так более продвинутые эндер это мы точно сделать не можем мы можем сделать жидкостные трубы в принципе тут ничего такого может быть даже можем сделать более продвинутые жидкостные трубы но для этого нам нужен назар кварц но малый смел там у нас уже есть так но это понятно самый продвинутый здесь уже нужны эндер перлы и самое главное что трубу для передачи айтемов мы не можем себе позволить потому что нужны эндер перлы так теперь про эндер перлы почему этот мод крайне задростки потому что для большинства ништяков из этого мода требуется эндер перлы плюс этот мод добавляет в игру мелких противных эндерменов эндерменов эндер мини которых я убил уже три штуки и собственно меня они убили три раза то есть каждый такой мини эндермен вполне себе может меня замочить самое главное что они высотой в один блок то есть обычная убивал к эндерменов с ними не прокатывает то есть как бы они маленькие такие же прочные как и взрослые а мы против них в общем то вообще никак не защищены вот и самое главное что мне ни одного эндер перлы не упала не с одного из этих трех убитых мной эндерменов эндер мини и в общем то это очень печально я презирал и буду презирать все моды которые так активно используют эндер перлы особенно как вот этот эндер айор для таких как бы базовых вещей как ну труба для передачи айтемов так скажем я не знаю это вообще что-то с чем-то вот ну я думаю пока без этих труб мы обойдемся так здесь черепашку мне еще принесла порцию ресурсов я уже железо отсюда переплавил так давайте отчелу возьмем так иметь нельзя место уже нет я сдуру сделал из всего железо которое у меня было инвар ну инвар конечно вещь тоже нужно так даже не знаю давайте железо отправим и сколько сможем олова так здесь у нас все готово пусть отливается так сначала она здесь сначала упадет так что мы будем делать сейчас сейчас мы будем делать вот эту вот штуку то есть насколько я понимаю это что-то наподобие миссератора пульверайзера и так далее так . меди что ли нет если я не ошибаюсь что эта штука мне нужна для получения силикона силикон мне там дальше тоже что-то понадобится я уже сейчас мы не помним ну штука это в любом случае нам нужно так или иначе так что мы ее будем делать так где у нас эти конденсатор так конденсатор теперь вспомнить кстати же а ну железо у меня здесь есть очень много железа этот мод расходует кстати о музыке так смотрим еще раз а пистон поршень у меня по моему есть опаньки у меня гравия нет тьфу кремнием так для меня лопата идем добывать кремень давайте вот тут вот дорожку не попортить кстати а может мне черепашка кремния принесла что-то я об этом не подумал давайте проверим сундуки по идее должна была принести мне нужен собственно один кусочек да так два куска железа шасси и поршень есть так ну я думаю мы ее поставим вот сюда же так так это уберем так ладно их очень не надо я надеюсь что это лестница нет это не лестница а значит будет так естественно мы ее настроим так во первых нужно настроить энергиячейку на выдачу энергии так теперь значит мы настраиваем вверх правой кнопкой мыши кликаем по нужной нам стороне и мы указываем что нужно сверху забирать так подождите-ка забыл а сюда пуш выталкивать блин а ну понятно графит графит графитовая пыль теперь у нас тут есть так теперь давайте посмотрим для чего мне нужен был силикон а ну 640 рф затек ну ну для начала этого хватит контакте файром хм сюда мне силикон не нужен энерджете каллой сюда мне тоже силикон не нужен так а сюда скорее всего уже нужен да здесь уже нужны under 1 песок гравий глина это все у меня есть ладно давайте пойдем другим путем а для электрикал стил мне нужен кстати интересно давайте попробуем взять кусочек чаркола и перетереть его что у нас из него получится пульверазе чаркола я так понимаю что так еще раз что для этого мне нужен нужна пыль из обычного угля и силикон так ладно посмотрим для чего мне нужна это электрикал стил так это газовая труба апгрейд так это нам вообще пока скорее всего вообще не понадобится это есть в чарджер бочка какая то фарминг стейшн ну да что сделать вот этот тот ключ его нам конечно сделать бы надо а а значит будет давайте отмажем наших жителей от забей ну ну кстати как вы видите а тут восстановил потерянная кстати вот эту штучку надо взять так что бы нам выкинуть что бы нам выкинуть землю выкинуть давайте посмотрим не появился здесь каких-нибудь маленьких засранцев и далее опять нет under 1 и татку да ёперный театр откуда второй взялся слушай чувак уйди нафиг отсюда так где мой нож опять нет under 1 так на чем там остановились так давайте наведем порядок в инвентаре вспомнил я да согмел мне нужно все надеюсь что она работает как обычный мастератор у меня довольно таки мало песка так 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 а здесь у меня что было гравий что ли видимо да так кстати золото улова давайте возьмем стек каблстоуна и закинем сюда я надеюсь что будет получаться песок да так значит песок гравий песок гравий глина глина у меня осталось не так уж и много но но я думаю нам хватит так гравия гравия нам возможно тоже не хватит так байндер да гравий надо много но его должно быть много и в а фигушки его там много я же я же терепашку настраивал не приносить мне гравий так да гравия тут нет вот покормим коровок я хочу много много кожи так вот здесь есть немножко гравия откуда то вообще странно гравий он не должен приносить вообще она черепашка но тем не менее давайте посмотрим вот здесь а гравий не виновит ему в тот сундук гравий я сам положил да так место есть берем глина песка крайне мало так здесь у нас песка тоже нет по-моему я а смотрите-ка у меня еще глина есть блин тогда это пока оставим вряд ли мне хватит даже чтобы вот все вот эту глину переделать в этот компаунд так это у нас потенциальная кожа после обжарки в печке должна получиться ну кстати а чё чё тянуть давайте закинем неужели нам понадобится редстоун форекс из моды термо экспэншен так чё с песком кое-что есть гравий откуда взялся ну ладно так 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 вроде все так так где у нас отлично так то есть часть эти этот компаунд нам понадобится для изготовления любых так и тем временем тем временем нам можно давайте наверное еще возьмем тогда стек железа вот что мы а стоп это свинец Железа у меня мало Так, блин, надо уже Перетащить Так, тут редстоуна нет Перетащить уже ресурс куда-нибудь поближе к дому А, ну да, я застрял на том, что Хотел сделать побольше вот этих бочек Добывал деревом Так, я надеюсь, что Он это дело автоматически расплавит Когда придет время Так, это у нас будут У нас будут энерготрубы И у нас уже, кстати, должен быть, наверное А, у нас только компаунд Кстати, силикон Я так и не посмотрел Откуда берется силикон Стоп, я его использование же смотрю Так, глину Перетирать в согмиле И песок перетирать Угу Кстати, мы будем получать флинт Зачем он нам нужен Нам он больше не нужен Так, силикон с 50% шансом Хм Ну, я думаю То здесь мы 4 шарика глины Тратим Гарантированно получаем 2 С 10% шансом 3 И с 80% шансом 2 силикона Хм Ну, знаете Мне почему-то кажется Что лучше песок перетирать Посмотрим Так, ну тут еще будет все это долго Происходить В этот раз я решил сделать железный топор Причем Байдинг Я сделал с бумаги То есть, таким образом У меня 4 модификатора И, как вы видите Я 3 мха наложил То есть, он у меня Чинится Довольно-таки шустрым Ну и, собственно Как вы видели Рубит дерево Он тоже довольно-таки бодро Один модификатор Я ставил На автосмелт То есть, когда мы Все-таки отправимся в ад Наберем там этих блейзов Чтобы сделать фаер-чарджи Чтобы из них потом сделать лава-кристалл И применить вот этот модификатор К топору Тогда нам вообще вот это не нужно будет Мы будем просто слабать дерево И нам будет сразу сыпаться Готовый древесный уголь Кстати, вот по поводу того Что пыль из древесного угля Не принимается Этим самым Для изготовления Электрикл стил Не знаю Электрическая сталь Электротехническая сталь Не знаю, какую правильно назвать Точнее перевести Вот, ну Как бы вообще Что такое сталь? Сталь это железо С определенным содержанием углерода То есть, если углерода будет слишком много То получится чугун Если я не ошибаюсь А при определенной концентрации Получается сталь То есть, естественно Сталь прочная Чугун хрупкий Ну И, собственно говоря Как бы в реальности Древесный уголь Это Более предпочтительный источник углерода Для Выплавки стали Ну или вообще там Для таких вещей Потому что Что за фигня Магнит что ли Включен Охренеть Да Фигня какая-то Так Саженцев мы набрали Даже больше Чем у нас было Деревья Реально быстро растут Не успевая их срубать Ну так вот Ну на самом деле Тут Ну как бы Рейка Конечно Странный чувак Но Вот в этом плане Он Молодец То есть На него на форуме Вот так вот Так же чувак наезжал Типа Типа Что Использовать Чаркол Для Производства Этой Стали Из Мода Ротари Крафт Типа Это Слишком Неправильно Там вот Ванда Стрелкрафт Например Только Я не помню Там тоже Для чего А Там для Солнечных Батарей Там тоже Только С каменного Уголя Можно делать Еще В этом Самом Кстати Блин Ну вот Этот Рейлкрафт Там тоже Из чарколы Нельзя делать Сталь В доменной Печи Вот Ну Как бы Рейка Чуваку Объяснил Что Чувак Ты Неправ И Разработчики Этых Мода Этих Модов Тоже Неправо Что Древесный Уголь Не то Что Нужно А А Нужно Использовать Для Производства Более Качественной Стали Так Скажем Вот Ну Вот Этот Мод Такой Какой Он Есть Так Мы Нарубили Дерево А А Сейчас Будет Сплав Делаться Так Ну Вроде Как Рассказал Я Все Что Хотел Значит Кое Что Мы Тут Даже Сделали То есть Дальше Мы Будем Развиваться Используя Ender I.O. На Сам Дели Трубы В Нем Довольно Так Прикольные То Есть Они С Лихвой Покрывают Функционал Труб Из Мода Thermal Expansion Плюс Имеют Довольно Так Уникальную Механику То Что В Одном Блоке Могут Быть Сразу Все Виды Труб То Есть Энерго Трубы Редстоун Сигнал Жидкостные Трубы Плюс Еще Не знаю Как А Ну Жидкостных Там Вот Эти Вот Которые Эндер Они Могут Любые Жидкости Передавать Там Это Написано В Подсказке То Что Они Как бы Моментально Передают Жидкость Из Точки А В Точку Б Соответственно Благодаря Этому Они Позволяют Транспортировать Сразу Несколько Жидкостей То 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 Термо Этому 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 Они На самом Деле Выглядят Как Емкость Некоторые Вот Ну То 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 Тоже Тоже Происходит Моментально Но Пока В Этой Емкости Один Вид Жидкости Другую Жидкость Не Залить Вот Ну Ну У Эндора И Такой Проблемы Нет Но Это Опять же Это У Самых Продвинутых Жидкостных Труб Такая Фишка в общем-то тоже довольно-таки неплохо в некоторых случаях то есть это нам может вот для этой смелтри пригодится то есть с термосфершенскими другом там есть такая проблема что выборочно работают вот эти корзину то есть когда несколько корзин каждый настроен на свой тип металла пока весь металл один не прольется через корзину все остальные корзина простаивают я думаю мы посмотрим как это дело будет работать с andryo думаю будет довольно таки прикольно то есть естественно у нас основу основу как всегда будет тинкер с констракт по переплавки металлов не потому что это просто не потому что это не знаю что на самом деле это как-то больше похоже на что-то реальное конечно то тут то что она питается от лавы как бы не совсем реалистично но в остальном как будто вся механика получение жидкого металла отливка и его там по формам все это довольно таки прикольно не кстати да я смел ты немножко нарастил так ну ладно давайте нам закругляться уже по моему почти 45 минут хотел опять записать коротенькую серию но что-то у меня не получаются коротенькие серии даже не знаю что с этим делать ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь комментируйте ставьте лайк и увидимся следующей серии